С наступлением тепла все мы хотим как можно скорее вырваться из пыльного и шумного города на свежий воздух, устроить пикник в лесу, съездить на рыбалку или за грибами. В эту пору уже появляются первые опята, сморчки и подберезовики. Обычно, отправляясь на природу, мы берем с собой воду или чай, легкий перекус и телефон. Но нельзя забывать о том, что даже опытному человеку достаточно легко заблудиться в лесу. К этому надо быть готовым всегда. И немаловажную роль здесь играют одежда и обувь. Прежде всего, одежда по сезону. Довольно-таки она должна быть яркой одеждой. Если нет яркой одежды, можно купить, вот сейчас, наверное, в каждой машине уже есть эти накидки светоотражающие. Они яркие, их далеко видно в лесу. На ногах тоже удобная обувь, естественно, без каблука и желательно с высоким берцем, чтобы не вывихнуть в долиностоп. Помимо еды и воды, с собой всегда должен быть так называемый аварийный запас, который можно использовать только в крайнем случае. Он не занимает много места, но в экстренной ситуации может спасти вам жизнь. То есть это спички в герметичной упаковке. Можно взять даже сухое горючее, чтобы подсушить дрова для разведения костра. Нож, там кусок веревки, запас воды, запас еды. Ну, опять же, еда должна быть такая, чтобы занимало мало места и в то же время она должна быть калорийной. Ну, я бы еще рекомендовал взять фонарик, желательно налобный, чтобы он не мешался в руках. Обязательно брать с собой, если какие-то проблемы со здоровьем, таблетки, прописанные врачом, да, там есть у кого-то проблемы с сердцем, там еще что-то. Вот, обязательно, хотя бы на пару дней запас. Многие пренебрегают таким простым прибором, как компас. Между тем, надежный и не требующий зарядки, он всегда подскажет вам правильное направление. Заходите в лес, посмотрели, в какую сторону идете, выходите прямо противоположно из леса, и все. Внешний аккумулятор для мобильного телефона поможет вам как можно дольше оставаться на связи. Если его с собой нет, то можно воспользоваться функцией авиарежим. Когда вы ходите в лесу, например, и вы не заблудились, а просто ходите и собираете грибы, можно его поставить в этот режим, чтобы лишний раз он не сканировал сети и не сажал аккумулятор. В лесу не всегда есть сотовая связь. Если вдруг вы смогли ее поймать, оставайтесь на месте, пока не свяжетесь с близкими и службой спасения по телефону 112. Запоминайте любые ориентиры, которые будут встречаться у вас на пути – реки, ручьи, тропинки и дороги. Ни в коем случае, наверное, нельзя уходить с каких-то точек, каких-то определенных, например, или же это квартальный столб в лесу вы нашли, да? Вы можете сообщить родственникам там или спасателям номер столба. Если человек вышел на линию электропередач, там тоже столбы, на которых висят провода, они нумеруются. То есть можно посмотреть номер столба, сказать по телефону, вот я около такого столба, то же самое. Придут и заберут вас оттуда. Оставляйте после себя знаки, по которым вас будет легче найти кучки камней, следы и надписи на земле, что угодно, кроме одежды. А если вдруг вас не успели отыскать до темноты, то лучшим решением будет оборудовать себе место для ночлега и разжечь костер. Ночью ходить по лесу куда опаснее, чем днем. Помните, первое, из-за чего гибнут люди, это не жажда и голод, а страх, который заставляет нас совершать необдуманные поступки. Всегда сохраняйте спокойствие. Именно оно ваш главный союзник в борьбе за выживание в лесу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова